МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лишние сантиметры на талии не налазят любимые джинсы. Депрессия и ужасное настроение. Время меняться к лучшему. Диетон – уникальный комплекс для похудения. 100% натуральный продукт. Сочетание природных компонентов, позволяющих быстро и эффективно снижать вес. Похудеть на 4-5 кг в месяц – это реально. Диетон – эффективный способ обрести здоровье и стройность. Здравствуйте! Вы смотрите «Мир здоровья». Партнеры программы – торговая марка «Диетон» – эффективная формула стройности. Худите легко и с удовольствием. А также стоматологический центр «Ангел Дент» – специализированная помощь для всей семьи. Стоматологический центр «Ангел Дент» предлагает совершенную систему фотоотбеливания зубов. Максимально быстро и безопасно, щадяще и эффективно. Стойкий, длительный результат. До 20 сентября 50% скидки на услугу. Ни для кого не секрет, что органы зрения играют важную роль в жизни каждого человека, в его общении с внешней средой. Зрение – это ощущение, способность воспринимать свет, цвет, пространственное расположение объектов. 70% общей информации мы получаем именно благодаря зрению. Однако, согласно официальной статистике, 30% населения нашей планеты имеют те или иные проблемы со зрением. И здесь очень важно, как, впрочем, и при любых других заболеваниях, вовремя обнаружить проблему, чтобы иметь возможность своевременно и в максимальной степени противостоять возможным необратимым процессам. Сегодня в Днепропетровской областной клинической офтальмологической больнице созданы все необходимые условия для оказания своевременной, высококвалифицированной, специализированной помощи как взрослым, так и детям на европейском уровне. На сегодняшний день Днепропетровская областная клиническая офтальмологическая больница является уникальной специализированной государственной клиникой, которая на самом высоком профессиональном уровне ежедневно оказывает весь спектр офтальмологической помощи взрослым и детям. Если мы говорим об офтальмологии, то на сегодняшний день, я думаю, самый оптимальный выбор офтальмологической помощи, он падает на нашу клинику. То есть, в общем-то, я хочу сказать, что ведь важно, когда в лечебном учреждении должны сочетаться очень многие вещи. Это образование, то есть у нас располагается база кафедры, и мы обучаем очень многих молодых офтальмологов, потом дальше выпускаем их. И здесь очень важный момент на том, как учатся эти студенты, будущие доктора, интерны. И вот так получилось, что в клинике на сегодняшний день они могут получать образование ничем не хуже европейского. Еще одним ключевым моментом, отличающим высококачественную специализированную помощь, является уникальная современная техническая база мирового стандарта. Сегодня уже нет необходимости выезда за рубеж. Все необходимое можно получить дома на самом высоком уровне. Пройдя диагностическое обследование в нашей поликлинике, вы фактически получаете заключение в электронном виде. Вы можете потом проконсультироваться в любой клинике мира, правильно оно проведено или неправильно, правильно вам даны рекомендации дальше дальнейшего лечения или неправильно. Сейчас это достаточно просто сделать. Вы можете выйти на сайт и совершенно спокойно подать свои документы, проконсультироваться в любой клинике мира. Кроме того, для того, чтобы постоянно находиться в режиме новейших методов лечения, специалист должен иметь возможность диалога, обмена опытом со своими зарубежными коллегами. Многие наши специалисты являются членами ассоциаций. Они выезжают обязательно раз в год на подобные курсы, назовем так их как курсы повышения квалификации, хотя это больше такие курсы обмена информацией. И с докладами выезжают о наших наработках, наших методиках. Не только в Украине, но мы выезжаем и за рубеж. Пять наших хирургов являются действительными членами ассоциаций американских, европейских, немецких ассоциаций хирургов. Безусловно, мощный сплав многолетнего успешного опыта практикующих специалистов, огромного научного потенциала, высококлассного оборудования позволяет с уверенностью говорить об уникальности, оказываемой специализированной помощи. У нас на сегодняшний день в операционной это последние микроскопы, у нас на сегодняшний день препараты для подачи наркоза. Это самое последнее производство аппарата, который дает очень щадящий наркоз, который позволяет выполнять операции даже детям с массой тела от 3 килограмм. Как известно, залог успешного лечения – это своевременная и точная диагностика. Поэтому берегите себя, свое здоровье и вовремя обращайтесь за квалифицированной помощью. Вот это вы видите рабочее место врача. В общем-то, это базовый кабинет, где проходит базовое офтальмологическое обследование. Это туда, куда приходят больные просто с жалобами, что они плохо видят. И для этого надо сначала провести базовое исследование. Базовое исследование мы знаем с вами, когда мы попадаем к офтальмологу, то офтальмолог усаживает вас в кресло, напротив вас таблица, затем он одевает вам оправу очковую, закройте левый глаз, правый глаз и проверяет, соответственно, зрение. Указочкой показывает буквочки и вы их читаете. И так офтальмолог ориентируется, знаете ли вы или не знаете. И, соответственно, тогда потом записывает это все от руки в карточку. Здесь же, в данной ситуации, вот это рабочее место врача, которое позволяет нам совершенно автоматизированно определить остроту зрения. Больной называет, это все вводится в компьютер, вы видите, монитор. И, соответственно, потом передается на компьютер и фактически идет в электронный файл. Вот так, чтобы доктор не писал, может быть, не то написал, может, ошибся, что-то не так сделал. То, в общем-то, машина передает все абсолютно точно. Следующим этапом мы измеряем внутриглазное давление. Вы видите, аппарат совершенно в автоматическом режиме. Стоит только пациенту усесться и достаточно комфортно уложить лицо в ложе. Он сам определяет оптимальные параметры, пристраивается таким образом, чтобы четко поток воздуха, который направляет на роговицу, был направлен, это иммерсионный способ определения внутриглазного давления. Потоком воздуха и сопротивлением роговицы мы определяем внутриглазное давление. Сейчас видите вы исследование на ультразвуковом Эйбискане. Эйбискан позволяет определить точные параметры глаза, это первое, и посмотреть наличие возможных инородных тел внутриглаза. Это ориентировочный метод. Почему? Потому что если мы, конечно, находим там, например, отслойку сетчатки или какие-то внутренние, внутриглазные инородные тела, то дальше мы потом направляем таких пациентов на более детальные обследования, которые я покажу вам дальше. Это все ориентировочные исследования, которые позволяют целое глазное яблоко, какие его размеры и, в принципе, нет ли патологии, ориентировочной патологии внутриглаза. Вот ультразвук, исследование полностью рефракции и внутриглазное давление являются базовыми исследованиями, которые должны проводиться в любом офтальмологическом кабинете, будь то на любом уровне, будь то вторичный уровень, или третичный, или четвертичный, вот он должен проводиться таким образом. На сегодняшний день в областной клинической офтальмологической больнице вам будет оказана внимание и полноценная забота при неотложной помощи, консультативных и диагностических врачебных приемах, при плановом лечении с момента госпитализации и до полного выздоровления. Ваше здоровье в надежных руках! И в продолжении темы. Глаза – это зеркало души, и неудивительно, что многие с особым трепетом подходят и к вопросу выбора оправы, который будет обрамлять это зеркало. Не стоит экономить на качественной и стильной медицинской оправе, ведь именно она становится визитной карточкой человека и, более того, ни в коем случае не должна навредить вашему здоровью. О процедуре выбора очков и современных модных тенденциях сегодня рассказывают специалисты магазина «Оптика» на Пушкино. Очки – крайне необходимый аксессуар, который помогает лучше видеть окружающий нас мир и защищает глаза от ярких солнечных лучей. Более того, они служат не только для коррекции зрения, но и являются стилеобразующим элементом в образе. Сам выбор очков – процесс непростой, но увлекательный, и, бесспорно, командная работа. Процесс начинается с правильности подбора рецепта. Важную роль отводится и продавцу-консультанту, который конкретно, с учетом ваших особенностей, поможет подобрать оправу и линзы. Следующий этап – это работа мастера. Мастер, в свою очередь, устанавливает линзы в оправу и делает индивидуальную посадку, что является очень важным для комфортного и правильного ношения очков. При выборе оправы обязательно стоит подумать о комфорте. Лучше отдать предпочтение оправам с удобной анатомической посадкой – легким и воздушным. Кстати, оправы марки Степпер являются таковыми. Они изготавливаются из высокотехнологических материалов. Если это металл, то это титан и бета-титан, сверхпрочный, легкий, гипоаллергенный материал. Если же это пластик, то это также очень легкий материал ТХ5. Сегодня популярность набирает стиль 60-70-х годов. Именно это и вдохновила известную модель Клаудио Шифер на создание ее первой коллекции оправ «Роденшток». Современные материалы, цветовая гамма, фактуры придают оправам неповторимый винтажный стиль. На сегодняшний день современная оптика имеет огромный ассортимент линз. Выбор линз зависит от потребностей покупателя. Пожалуй, самыми популярными были и остаются так называемые умные фотохромные линзы. Фотохромные линзы являются гарантией 100% защиты глаз от ультрафиолетовых лучей. Они подстраиваются под освещение, меняя свой оттенок, благодаря чему такие линзы можно использовать и в дневное, и в вечернее время. Достаточно актуальными на сегодняшний день являются и линзы работы с компьютером, обеспечивающие фильтрацию вредного синего спектра света, за счет чего глаза меньше устают. Также линзы для водителей. Они обладают двойным эффектом. В ночное время и в условиях плохой видимости за счет желтого цвета линзы делают изображение более контрастным и четким, смягчают блики от слепящих фар, а в дневное время под действием ультрафиолетовых лучей работают как хамелеоны. Магазин «Оптика» на Пушкина работает уже более 15 лет и является оптикой полного цикла. Здесь вы можете сделать диагностику зрения, подобрать оправу, линзы и изготовить очки по индивидуальному рецепту. Кроме того, магазин «Оптика» на Пушкина предоставляют услуги по ремонту очков любой сложности. Здесь же вы можете проверить степень защиты своих солнцезащитных линз от ультрафиолета, а также осуществить ультразвуковую чистку очков. Хотелось бы обратить внимание, до 1 октября текущего года в магазине «Оптика» на Пушкина для школьников, студентов и преподавателей действует скидка 30% на оправы, а также новая услуга – бесплатная компьютерная диагностика зрения по предварительной записи. Магазин «Оптика» на Пушкина находится по адресу Проспект Пушкина, 29-31 Телефон для справок 778-07-25 Партнеры программы «Торговая марка Диэтон» «Простой способ обрести стройность без ущерба для здоровья» и стоматологический центр «Ангел Дент» Специализированная помощь для всей семьи. Стоматологический центр «Ангел Дент» предлагает совершенную систему фотоотбеливания зубов. Максимально быстро и безопасно, щадяще и эффективно. Стойкий, длительный результат. До 20 сентября 50% скидки на услугу. Продолжать нашу программу рубрика «Спросите у доктора». И сегодня Надежда Крыжановская говорит о такой интересной, но в то же время наболевшей для многих из нас теме, как замедление процессов старения. Сегодня мы поговорим на достаточно необычную, но все более набирающую обороты тему – это замедление старения. Еще недавно замедление старения было, ну как бы, в принципе, достаточно мифализировано, потому что на самом деле было очень много каких-то старых рецептов, секретов, всевозможных мистических действий по этому поводу, но все знали, что они обречены. На самом деле, к сожалению, старость будет обязательно финальной точкой любого длительного проживания на планете Земля. На сегодняшний момент ситуация меняется. Меняется прежде всего благодаря заинтересованности огромного количества людей в том, чтобы продлить именно качественный период своей жизни, не находиться в состоянии беспомощности и, ну как бы, уходить стоя. Ну вот такое есть выражение. На самом деле, сейчас есть несколько аспектов, которые четко доказали, что это возможно. То есть и несколько даже очень простых манипуляций действительно добавляют вам возраст за счет активного периода жизни. Это прежде всего ограничение калорийности питания. То есть на сегодняшний момент это самый доказанный факт, что чем меньше вы едите, начиная где-то с 40-летнего возраста, когда у нас начинает изменяться немножко обмен веществ, если вы не идете на поводу своего тела, по-прежнему употребляя большое количество пищи, особенно белковой, то неизбежно будет улучшаться продолжительность жизни клетки. И зачастую мы видим эти примеры в повседневной жизни. То есть если вы понаблюдаете за людьми пожилого возраста, то, безусловно, и лучшие, и более активными выглядят те, которые сохраняют свой прежний вес с юности. Но здесь нужно помнить, что начиная с 40 лет, мы начинаем терять мышечную ткань, зачастую ваш вес, который остается одним и тем же с юности, меняется качественно. Он состоит уже больше не из мышечной ткани, а трансформируется в жировую ткань. Поэтому к тому, что вы ограничиваете себя в калориях, если вы на самом деле хотите жить дольше, вы обязательно должны двигаться. И качество мышечной ткани зависит напрямую от движения, но не от того комфортного движения, которое мы подразумеваем под аэробными нагрузками, а даже от нескольких действительно тяжелых нагрузок, сопряженных с подъемом тяжестей или со спринтерскими какими-то нагрузками, которые действительно запускают процесс улучшения защиты ДНК наших клеток. То есть на сегодняшний момент доказанный факт, что если вы едите меньше и больше занимаетесь спортом, но обязательно проконсультировавшись, потому что вы можете иметь те заболевания, которые или обострятся, или могут стать даже опасными для жизни, если вы не посоветовались со своим врачом по поводу своих нагрузок, то вы попадаете в часть человечества, которая продлевает в себе активную часть жизни. Следующий момент – это, конечно, лечение хронических заболеваний, прежде всего воспалительных. Воспалительные заболевания, именно вот это скрытое воспаление, которое нас зачастую даже не беспокоит, и мы обращаемся к врачам только, когда у нас идет обострение, но тоже само по себе влияет на состояние стенок сосудов, на состояние кишечника, на состояние эндокринной системы и приводит к ускорению старения клеток. То есть обязательно это касается санации зубов, это касается хронических заболеваний носоглотки, все это должно быть приведено в порядок. И, естественно, обязательно, еще одно правило, конечно, это психоэмоциональное состояние. Ничто нас так не старит, как постоянные стрессы. И стрессы наши, которые связаны зачастую даже не с внешним миром, потому что если вы можете анализировать ситуацию, вы увидите, что мы все очень по-разному реагируем на стресс. И лучшая реакция на стресс – это «сражайся или беги». Ну, то есть, в принципе, это не думать о какой-то ситуации, пока она не развелась, это стремительно реагировать на нее и как можно быстрее забывать. Вот тогда вы находитесь в противостоянии стрессу, и у вас есть действительно шансы стать долгожителем. По поводу долгожительства, все записано в наших генах. Есть люди, которые действительно, у которых, если предки доживали до 100-летнего возраста, у них намного выше шансы дожить тоже до 100-летнего возраста. Но, с другой стороны, если вы лишены этого удовольствия, да, иметь таких предков, но делаете все для того, чтобы не укорачивать себе жизнь, то нужно помнить, что наша программа жизненная, она простирается намного больше, чем на 100 лет. И, по большому счету, то, что мы умираем так рано, это заслуга самих людей. То есть, в принципе, мы не делаем ничего, чтобы жить долго. Правила достаточно просты. То есть, основные три постулата, которые на сегодняшний момент существуют, это меньше есть, больше двигаться и легко относиться к жизни. Действительно, вот здесь умерено даже понятие легкомыслия, которого стоит добиваться. То есть, относиться к жизни так, как относятся в большинстве случаев дети. То есть, не брать на себя очень много и играючи идти из одной ситуации в другую. Но, к сожалению, это, наверное, на сегодняшний момент является самым тяжелым заданием для людей, потому что наша социум-культура, они подразумевают то, что мы должны постоянно находиться в стрессе. Для этого идет информационный поток, основные наши беседы даже с родственниками или друзьями касаются каких-то негативных событий. Постарайтесь больше думать о хорошем, смотреть на природу, смотреть, как меняются времена года и получать удовольствие от жизни такой, как она есть. История чая берет начало более пяти тысяч лет назад в Древнем Китае. Согласно легенде, император Шэнь Нун был мудрым и просвещенным правителем. Одним из дальновидных его указов было требование всегда кипятить воду перед ее употреблением, чтобы избежать возможных заболеваний. И вот одним летним днем Шэнь Нун со своей свитой отправился в один из отдаленных регионов государства. Во время отдыха, в соответствии с указом, слуги стали кипятить воду для питья. Сухие листья с ближайшего кустарника упали в кипящую воду, отчего приобрели коричневый цвет. Будучи любознательным, император заинтересовался полученным напитком и нашел его освежающим и приятным. Согласно легенде, так появился чай. На сегодняшний день чай наряду с кофе и какао стало одним из самых популярных и повседневных в мире напитков. Однако, к сожалению, не все знакомы с правилами его употребления и о том, насколько он ценен. Вот об этом в нашем сюжете. С момента открытия чая традиция добавления листьев чайного растения в кипящую воду для получения ароматного и приятного напитка прочно укрепилась в Китае и становилась все популярнее. Китайцы также заметили, что чай обладает многими полезными свойствами, благодаря чему долгое время считали его исключительно лекарственным напитком. Традиция постепенно проникла во все сферы жизни. Чай богат аминокислотами, катехинами, полифенолами, то есть витамин С. Поэтому 2-3 чашки чая в день прекрасно сбалансируют полностью ваш баланс. Аминокислоты, которые всем находятся из 10 важных для организма, все это питает наше тело. Плюс в чае находятся вещества, которые убирают холестерин, то есть ломкость сосудов предотвращает сердечную сосудовую систему, укрепляют. Благодаря своим полезным свойствам до 5 века нашей эры, чай в основном использовался как оздоравливающий напиток и применялся в медицине. Среди высших сословий Китая дарить пакетики чая на торжество стало модно. Чай был очень ценным подарком. Кроме того, чаепитие постепенно остановилось обязательным мероприятием на встречах и во время домашних обедов. Для хорошего чая важны такие критерии. Это время сбора, место произрастания и, конечно же, погодные условия, потому что чай напрямую зависит от погоды. Если будет много влаги, то есть дождя, и в сырье это будет чувствоваться как травянистый вкус. Поэтому задача мастера – это все правильно обжарить, чтобы не было травянистого вкуса. И самого состояния мастера, который его готовит. Потому что чай производится по традиционной технологии, акцентирую внимание, традиционной, которая производилась много веков назад по одной технологии. Был сбор, его подсушивали, подвяливали, скручивали, обжаривали на углях. Никакого не было электричества, никакого не было удобрения, ну то есть неорганического. Соответственно, люди пили экологически чистый чай, который и давал жизненную энергию и полезные минеральные вещества. В разные сезоны года обычно пьют разные чаи. Так что можно говорить о зимнем, весеннем, летнем и так далее чае. Дело в том, что разные виды чая по-разному воздействуют на организм человека, а значит, могут оказывать влияние и на его здоровье. На момент, когда человек пьет чай хороший, качественный, тут надо, да и вообще любой чай, тут надо отслеживать состояние, как он воздействует на организм, потому что это будет чувствоваться сразу. Энергия идет по меридианам, позвоночный стоп сразу выравнивает. Даже человек уставший будет идти, он сразу автоматически выровняется, у него непроизвольно. То есть вот эти моменты надо отслеживать, потому что есть энергия, он живой, есть микроэлементы. И это все питает наше тело. Поэтому чай должен быть свежий, то есть год, тогда он будет ароматный, душистый, сладкий. Цвет настоя должен быть чистый. И если чай качественный, есть откуда браться микроэлементам, это очень хорошо. Вы пропиваете вот так чай, допустим, на такое количество чая, там 5 грамм, мы выпьем спокойно полтора литра воды. И он будет открываться, 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 потому что есть откуда из этой почечки или листика браться микроэлементам. Почка отвечает за сладость, лист за аромат. Обычно свежим называют чай, произведенный в нынешнем году. Но потребители привыкли считать свежим чай весеннего сбора, поступающий в продажу в апреле-май. Старый чай – это чай, хранившийся более года. Пословица говорит, вино чем старее, тем ароматнее. Чай же, чем старее, тем хуже. Вообще есть 4 совершенства чая. Это вкус, цвет, аромат и послевкусие. То есть вкус, то, что у нас рецепторы, аромат, то, что сам чай живой, он открывается, дышит. Мы даем возможность ему открыться. Это послевкусие, то, что уже мы сделали глоток, и вот уже оно опускается, а потом возвращается этой сладостью. То есть эти моменты надо просто знать, отслеживать и обращать на это внимание. В следующей программе мы расскажем вам, какую роль в приготовлении чая имеет качество воды, какой должна быть посуда и как правильно следует заваривать этот уникальный напиток. Партнеры программы «Торговая марка Диэтон. Простой способ. Обрести стройность без ущерба для здоровья». И стоматологический центр «Ангел Дент». Специализированная помощь для всей семьи. Стоматологический центр «Ангел Дент» предлагает совершенную систему фотоотбеливания зубов. Максимально быстро и безопасно, щадяще и эффективно. Стойкий, длительный результат. До 20 сентября 50% скидки на услугу. Мы такие разные и неповторимые. Мы не похожи друг на друга и имеем свои особенности и индивидуальные черты. У нас разные привязанности, вкусы, увлечения, жизненные проблемы, материальные и духовные ценности. И тем не менее у нас есть нечто, объединяющее нас. Мы все стремимся к совершенству. Мы хотим быть красивыми. Мы хотим пленять и удивлять, радовать и завораживать, кружить головы и волновать, любить и быть любимыми. Мы хотим быть просто женщинами. Аксант, отлично выглядишь. Как тебе это удалось? Так пострадила, похорошела. Спасибо. И сейчас я тебе все расскажу. Я принимала диетон. Уникальный комплекс для похудения диетон – это лучший подарок, который может сделать себе каждая женщина. Диетон не только быстро, безопасно и легко решает проблему лишнего веса, но и благотворно воздействует на весь организм, очищая кишечник, печень, кожу, улучшает общее самочувствие. Диетон одобрен Институтом гигиены и медицинской экологии Минздрава Украины. При его разработке велась серьезная научная работа, в которой принимали участие ведущие диетологи Украины. Высокая результативность диетон обусловлена точным подбором пропорций натуральных компонентов. Каждый компонент усиливает действие другого. В этом проявляется эффект синергии, позволяющий эффективно уменьшать лишний жир в нужных местах, сохраняя при этом водный баланс организма. Происходит плавное снижение веса без ущерба для здоровья. Причем приятная новость. Оставаясь лидером в области препаратов для похудения, в 2012 году диетон вышел в обновленном, более эффективном составе. Теперь помимо горцини камбоджийской, касси узколистной, листьев зеленого чая, гуараны и эль-карнитина, являющихся эффективными индексаторами нормализации веса, в его состав входит худи о гордоне, великолепно снижающий аппетит, и экстракт апельсина горького, увеличивающий эффект уменьшения жировой массы. Экстракт горького апельсина, кстати, успешно применяется в спортивном питании для сжигания жира. Все компоненты диетон сертифицированы, проверены, соответствуют самым строгим медицинским стандартам. Подобных сочетаний натуральных компонентов нет в других препаратах данного назначения. Благодаря новой формуле диетон похудение проходит комфортнее, безо всякого риска для здоровья. Причем в большинстве случаев результат заметен уже в первые две недели применения. По сравнению с другими методами похудения, изнуряющими диетами, изматывающими тренировками, дорогостоящими и небезопасными хирургическими операциями, диетон является более простым и естественным способом избавиться от лишних килограммов. Диетон не нарушает привычный ритм жизни, он принимается по одной капсуле 1-2 раза в день, мягко запускает очистительные процессы в организме, восстанавливает нарушенный обмен веществ, плавно снижает вес. Достигнутый результат легко закрепляется, а за время приема диетон формируется здоровая культура питания, что позволяет в дальнейшем стабильно поддерживать вес в нормальном состоянии. Диетон – научный подход к снижению веса. Диетон. Я чувствую себя отлично. А я на этом с вами прощаюсь. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы, берегите себя. До свидания. Лишние сантиметры на талии, не налазят любимые джинсы, депрессия и ужасное настроение. Время меняться к лучшему. Диетон – уникальный комплекс для похудения. 100% натуральный продукт, сочетание природных компонентов, позволяющих быстро и эффективно снижать вес. Похудеть на 4-5 кг в месяц – это реально. Диетон – эффективный способ обрести здоровье и стройность.